На прошлой неделе Франция отозвала своих послов из США и Австралии и обвинила Байдена в том, что он нанес ей удар в спину после того, как Австралия отказалась от оборонного контракта с Парижем на 40 миллиардов долларов на покупку подводных лодок и предпрочла вместо этого американские подводные лодки. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, разговор Байдена с президентом Франции Эммануэлом Макроном в среду продолжался 30 минут и был дружеским. В совместном заявлении, публикованном после телефонного разговора, Байдена и Макрона, лидеры двух стран договорились начать углубленные консультации для восстановления доверия и встретиться в Европе в конце октября. Они заявили, что Вашингтон обязал активизировать поддержку контртеррористических операций в Сахале, проводимых европейскими государствами, хотя было неясно, может ли он означать развертывание сил специального назначения США или просто усиление материально-технической поддержки. Звонок, запрошенный Вашингтоном, был попыткой наладить отношения после того, как Франция обвинила Соединенные Штаты в нанесении удара в спину. Тон звонка, он был дружественным. Это был тот, в котором мы полностью полны надежды. Президент полный надежд. Этот шаг к возвращению к нормальному состоянию в долгих и важных рочных отношениях, которые Соединенные Штаты поддерживают с Францией. Это было около 30 минут, как мы сейчас отмечаем в отчете. И, как Вы сказали, общение было обширным. Но в ходе беседы президент вновь подтвердил стратегическую важность участия Франции и Европы и сказал, что Индо-Тихоокеанские регионы, чем мы с нетерпением ждем продолжения работы с ними. И, как я уже говорила, в отчете французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Это будет частью дальнейших шагов, которые мы будем делать отсюда. И, как мы уже отметили, президенты встретятся в Европе в конце октября.